Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине до сих пор не подписаны, рекомендуем это сделать. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто. В том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре мы поговорим про автомобиль, достаточно редкий, но тем не менее представленный на вторичном рынке. Машина эта относится к своеобразному классу кейкаров повышенной проходимости. В принципе, можно сказать, что речь сегодня пойдет, наверное, об одном из самых компактных и при этом доступных внедорожников, не считая отечественные автомобили. Если вы, в принципе, задумываетесь о покупке подобного авто, возможно, наш сегодняшний обзор даст вам больше пищи для размышлений на эту тему. Встречайте, Pajero Mini, второе поколение. Mitsubishi Pajero Mini второго поколения дебютировал в далеком уже 1998 году. Эта модель простояла на конвейере по меркам компактных автомобилей целую прорву времени до 2012 года, то есть 14 лет. На этом фоне один-единственный рестайлинг в 2008 году даже как-то затерялся. Хотя в ходе этого самого рестайлинга автомобиль основательно освежили в том, что касается внешности и убранства салона. При этом, что касается агрегатной базы, изменений особо-то и не было. Машинки комплектовались одним из двух вариантов двигателя объемом 0,7 литра в атмосферном либо варианте с турбонаддувом, автоматической либо механической коробкой передач и полным либо задним приводом. Наш сегодняшний экземпляр – это машина 2010 года выпуска. Рестайлинговая с двигателем объемом 0,7 литра с турбиной, автоматической коробкой передач и приводом на все четыре колеса. В начале обзора мы не просто так сделали отсылку на класс Кейкаров. Mitsubishi Pajero Mini – это действительно внедорожник, который по своим габаритным размерам как раз-таки целиком и полностью соответствует данной категории. Длина этого компактного автомобиля 3,39 м, ширина 1,47 м, а высота 1,61 м. В отличие от своего прямого конкурента Suzuki Jiminy, тоже компактного внедорожника, этот автомобиль не рамный. Рама здесь интегрированная, подобно тому, как это выглядит на больших Pajero третьего и четвертого поколений. Дорожный просвет вполне серьезный – 195 мм. Это низшая точка, что вкупе с отсутствующими передним и задним свесами и короткой базой в 2,28 м наделяет этот автомобиль хорошей проходимостью. На проходимость, кстати, здесь играет и малый вес самого автомобиля. Снаряженная масса всего 980 кг, а радиус разворота также минимальный – 4,8 м. Что касается лакокрасочного покрытия и стойкости кузова к коррозии. Если когда-нибудь вам доводилось проверять толщиномером Mitsubishi Outlander XL, вы, конечно, помните, что в большинстве своем подобные автомобили имеют достаточно тонкий слой краски, даже по японским меркам. Если для большинства автомобилей стандарт окраса будет лежать в диапазоне от 90 до 140 микрон, то про Mitsubishi и, в частности, про Pajero Mini справедливее будет назвать диапазон от 70 до 110. Лакокрасочное покрытие довольно-таки тонкое. И, естественно, с поправкой на возраст большинства этих автомобилей, так или иначе, сколы и царапины на них вам обеспечены. Особенно, если учитывать факт внедорожной ориентации автомобиля. В том, что касается коррозии, Pajero Mini на самом деле тоже далеко не идеален. Поэтому при осмотре подобного автомобиля в обязательном порядке смотрите машину на подъемнике. Зоны риска здесь все те же, как и на большинстве других автомобилей. Это пороги, задние арки, низы дверей. Какой-то сверхъестественной оцинковки, защищающей кузовные панели, в данном случае мы, к сожалению, не наблюдаем. Что касается каких-то характерных кузовных болячек, опять же, здесь их не так уж на самом деле и много. И, наверное, основная претензия у большинства владельцев подобных авто, это дверные ручки и ручка крышки багажника. Дверные ручки здесь на самом деле имеют свойство отламываться при очень низких температурах. Это можно сделать достаточно легко. Подобное вы могли видеть, если еще помните, на старинных Toyota. Что-то типа Cariba в кузове AE-95. Встретить который с полным комплектом дверных ручек, на самом деле, большая удача и редкость. Ну а теперь про подкапотку. Эти автомобили комплектовались двумя вариантами одного и того же мотора. Двигатели носили маркировку 4А30 и 4А30Т для турбоверсии. По конструктиву эти моторы схожи. У обоих чугунный блок цилиндров. Кстати говоря, цилиндров здесь 4, а не 3. При этом присутствуют две катушки зажигания и по два бронепровода. Впрыск топлива самый обычный распределенный, независимо от версии двигателя. А вот конструкция головки блока цилиндров будет разная. У атмосферного варианта всего один распредвал. А у версии с турбонаддувом распредвалов, соответственно, два. При этом, кстати, гидрокомпенсаторов не предусмотрено ни на том, ни на том. Регламент регулировки клапанов это около 50 тысяч километров. Но, как правило, занимаются этим владельцы достаточно редко. И все больше по симптоматике. А вот за состоянием ремня ГРМ на этих двигателях надо следить внимательно. Поскольку регламент его замены это около 90 тысяч километров. Объем у этих двигателей одинаковый. Чуть меньше, чем 0,7 литра. Но вот мощностные и тяговые показатели отличаются. Атмосферный мотор выдает 55 лошадиных сил и 60 ньютонов крутящего. Его турбированный собрат выдает 64 лошадиные силы. Но вот крутящий момент здесь практически 100 ньютонометров. Что для маленького автомобиля достаточно хороший прирост. Ни тот, ни другой двигатель не делают из маленького Pajero гоночный болид. Но при этом позволяет обходиться достаточно небольшим количеством топлива на каждую сотню километров пробега. А также неплохо экономить на замене масла, которого сюда заливается менее чем 3,5 литра. Правда для турбоверсии регламент замены масла должен быть сокращен до 5000 километров. Если, конечно, вы ставите себе цель максимально продлить срок службы агрегата. Что касается слабых мест этих силовых установок, то здесь можно выделить всего-навсего несколько моментов. Первый из которых это растрескивание головки блока цилиндров, либо вследствие перегрева и, соответственно, деформации алюминиевой головки, либо вследствие чрезмерного энтузиазма при затяжке болтов. Если при осмотре подобного автомобиля вы ощущаете по кузову откровенную вибрацию, то, скорее всего, проблема в подушках двигателя, которые на этих автомобилях также меняются чуть чаще, чем в среднем по больнице. Ресурс самого турбонагнетателя на двигателе 4А30Т также не безграничен. И если вы смотрите машину с большим пробегом, уже около 200 тысяч километров или больше того, на всякий пожарный, приготовьтесь к возможному варианту замены, либо ремонта этой турбины. Также на пробегах за сотню тысяч километров эти двигатели могли начинать подъедать масло. Поэтому при осмотре понравившегося экземпляра на всякий пожарный разгазуйте машину и хотя бы посмотрите визуально на наличие масляного сизого дыма в выхлопе. В любом случае, если страшно все же случилось и ваш двигатель запросился на замену, контрактный агрегат на эти машины до сих пор в 2023 году стоит около 50 тысяч рублей. С одной стороны это немало, с другой и немного, если сравнивать с некоторыми одноклассниками европейского производства. В целом же ресурс данных двигателей определен производителем как около 220 тысяч километров для атмосферной и около 180 для турбоверсии, но на практике, конечно, будут люди, у которых данные агрегаты отходят больше. Помните, что срок службы двигателя во многом зависит не только от режима эксплуатации, но и по большей степени от того, насколько щепетильно вы подходите к регламенту его обслуживания и насколько качественными горюче-смазочными материалами при этом пользуетесь. Что касается коробок передач, данные автомобили могли оснащаться двумя вариантами трансмиссии. Это могла быть как механическая пятиступенчатая коробка, претензий к которой по большому счету нет вообще никаких, так и автомат. Автомат. Автомат носит индекс V4A11. Это коробка для полноприводной модификации. Количество передач в данной трансмиссии 4. Коробка достаточно архаична по своей конструкции и изначально рассчитанная как раз на работу с малообъемными двигателями с небольшим крутящим моментом. Собственно говоря, каких-то особых претензий к надежности данной трансмиссии изначально не было. Трансмиссия это при должном уходе, если вы будете менять в ней масло и фильтрующий элемент проходит у вас порядка 300 тысяч километров до замены. Правда, велика вероятность, что если вы все же заметили на своем автомобиле затягивание передач, рывки, толчки или какие-то подобные симптомы неисправности автомата, дело может ограничиться и промывкой гидроблока. То есть просто хорошим ТО и последующей заменой масла на свежее. Вообще регламент замены масла данной трансмиссии несколько более сокращен по сравнению с другими автоматическими трансмиссиями. Менять рабочую жидкость здесь крайне желательно раз в 40-45 тысяч километров. Если же манипуляции с гидроблоком уже никак не помогают и трансмиссия всяко-разно отправляется на свалку, то стоимость контрактного агрегата, опять же по состоянию на январь 2023 года, это 35-45 тысяч рублей. Что касается системы полного привода, Pajero Mini, несмотря на свои скромные размеры и малого объема двигатель, все же настоящий внедорожник. Здесь есть в том числе и понижающая передача. На машине используется система Easy Select, подобная тому, которая используется на Pajero Sport первого поколения в европейской спецификации, поскольку на американских Montero Sport стоит другая система AVD с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом. Так вот, межосевого дифференциала на Pajero Mini нет, поэтому передний мост в данной схеме подключается жестко и использовать полный привод на этой машине на твердых покрытиях нельзя. В лучшем случае езда по твердому покрытию с подключенным передком здесь закончится повышенным износом резины, ну а в худшем можно в принципе повредить и саму трансмиссию. Поэтому для режимов движения по бездорожью, по глубокому снегу, либо по грязи полный привод у вас включен. Выехали на асфальт, перевели рычаг в положение 2H, то есть верхний ряд, задний привод. В большинстве своем какие-то проблемы с полным приводом на данных автомобилях возникают либо вследствие утечки вакуума, который собственно говоря и приводит в работу все исполнительные механизмы по подключению моста, либо проблема может крыться в самих датчиках, но при покупке подобного автомобиля с поправкой на его возраст и пробег проверять работоспособность полного привода нужно обязательно. Ну а теперь посмотрим на Pajero Mini снизу. И первое, что бросается в глаза помимо интегрированной рамы, это наличие на данном автомобиле полноценной раздаточной коробки с понижающей передачей. Соответственно здесь у нас есть целых три карданных вала и шесть крестовин, по две на каждом. На состояние всего этого хозяйства при осмотре понравившегося экземпляра нужно обязательно обратить внимание. Крестовины здесь меняются отдельно и конечно поменять все шесть вам вряд ли придется, но одна-две вполне могут иметь люфт достаточный для того, чтобы их приговорить к замене. Также при осмотре обращайте внимание на отсутствие следов масляных течей по сальникам приводов. Что касается ходовой части, то на Pajero Mini подвеска на самом деле достаточно крепкая по меркам автомобилей этого малого класса. Крепкая, но при этом довольно-таки небюджетная в ремонте. Поэтому на всякий случай, особенно если вы покупаете подобную машину в регионе максимально удаленном от Дальнего Востока, где в наличии большой выбор контрактных запасных частей, рекомендуем на всякий случай предварительно уточнить стоимость обслуживания подвески этой машины именно в вашем регионе. Это будет поводом поторговаться с продавцом в случае выявления дефектов. Рейка на данном автомобиле самая обычная гидравлическая. Рейка работает здесь достаточно неплохо, но и в случае чего ее на самом деле проще поменять на контрактную опять же, нежели заниматься ее восстановлением. Задняя подвеска автомобиля у нас в данном случае мостовая, зависимая, плюс двойные продольные рычаги. Какой-то особой сложностью задняя подвеска Pajero Mini не отличается и опять же по меркам компактных автомобилей она достаточно крепкая, лазить сюда приходится не часто. Однако имейте ввиду, что задние тормоза на этих машинах барабанные, соответственно при покупке подобного автомобиля с большим пробегом не лишний будет уточнить у владельца, когда он последний раз обслуживал тормозную систему и в случае чего быть готовым, например, заменить тормозные колодочки внутри барабана. Топливный бак на этом автомобиле имеет объем достаточно небольшой, 43 литра, но с поправкой на маленький расход топлива его должно быть достаточно. Бак также имеет заводскую защиту, причем сам бак здесь металлический, защита тоже металлическая, что наводит на мысли, что при определенном стечении обстоятельств все это дело может начать потихоньку корродировать, так же как это происходит на больших Pajero. Поэтому на всякий пожарный, если есть такая возможность, не поленитесь скинуть защиту и посмотреть в каком состоянии находится бак, ну или хотя бы просто обратите внимание на отсутствие запаха бензина под автомобилем. Ну а теперь выводы по Pajero Mini, как по моделям. На самом деле эту машину сложно назвать супер универсальной, это скорее все же нишевый продукт. И вряд ли на полном серьезе кто-то будет рассматривать подобную машину как единственный автомобиль в семью. Но если ваша задача купить компактный и всепролазный автомобиль с небольшим расходом топлива для того, чтобы выезжать, например, куда-то на природу, на рыбалку, либо на пикники, в особо труднопроходимые места, то в принципе эта машина может стать неплохой заготовкой для вашего будущего внедорожного проекта. Самый основной момент, на который следует обращать внимание при выборе подобного экземпляра, это все-таки кузов, поскольку что двигатель, что коробка передач в любом из вариантов достаточно недороги. Возможно и в кавычках, но тем не менее относительно своих аналогов и находятся в относительном доступе в плане возможности приобретения. Ну а если вы планируете использовать этот автомобиль на повседнев для эксплуатации в городе, то все же не лишний будет помнить о том, что данная машина это внедорожник полноценный, со всеми сопутствующими этому дополнительными эксплуатационными затратами. Плюс трансмиссия типа Easy Select на самом деле не дает вам возможность круглогодично рассекать на полном приводе. По большому счету большую часть времени на больших скоростях движения на дорогах с твердым покрытием вы эксплуатируете короткобазный заднеприводный автомобиль с высоким центром тяжести. Поэтому если вылазок на природу вы особо не планируете, вполне возможно лучше будет остановить свой выбор на компакт-кроссовере более простым и универсальным в плане использования 4WD. На этом наш сегодняшний обзор мы завершаем. Если у вас был или есть Pajero Mini, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно пишите все это дело в комментариях. Поскольку людям, которые задумались о покупке такой машины, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода этого видео машина все еще будет находиться в продаже в городе Новосибирске в компании RDM Import. Всю интересующую вас дополнительную информацию по данному автомобилю вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными, опять же в описании под видео. Спасибо вам за просмотр, хорошего вам дня, до новых встреч на канале, всего доброго.